18 сентября Наринмар стал центром праздничных гуляний. Окружные жители отметили День образования округа и День работников нефтяной и газовой промышленности. В рамках праздничного марафона состоялся концерт «Ненецкий автономный округ. Дружная семья». О теплых поздравлениях и ярких творческих выступлениях в нашем репортаже. Главное богатство округа – люди. Здесь живут люди разных национальностей. Можно сказать, одна большая многонациональная семья. Большую, дружную, многонациональную семью, проживающую в Ненецком округе, в день рождения поздравил председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. Счастье, когда имеешь семью. И вдвойне счастье, когда эта семья дружна. А главный девиз дружной семьи – мы вместе. Мы вместе работаем и отдыхаем. Мы вместе радуемся и печалимся. Мы вместе растим детей. Мы вместе строим жилье, дороги, детские сады, школы. И мы все вместе с вами делаем все для того, чтобы наш общий дом, Ненецкий автономный округ, стал еще краше, еще лучше и комфортнее для нашего проживания. И в этом ваша заслуга. Строить школы, детские сады, спортивные объекты Ненецкому округу помогают его главные кормильцы – нефтяные компании. Именно поэтому День округа стал совместным праздником с Днем нефтяника. С двойным праздником представителей нефтяных компаний и всех окружных жителей поздравил глава региона Игорь Кошин. Мы живем на крайнем севере и во многом не благодаря, вопреки непростым климатическим условиям, непростому погодным условиям, да просто непростым условиям труда. Мы трудимся, создаем семьи и растим детей. И та сегодня поддержка от округа, который существует, и когда мы смотрим демографические показатели, наш округ находится в лидерах. После приветственного слова губернатора округа на главной сцене прошла торжественная церемония награждения. За добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие, почетные грамоты администрации Ненецкого автономного округа и благодарственные письма губернатора НАУ получили сотрудники нефтяных компаний и предприятия округа. В их числе Наринарская электростанция, Севержилкомсервис, Детская поликлиника, Ненецкая окружная больница, комплексный центр социального обслуживания. За высокий профессионализм и информационную поддержку социально значимых тем их проектов получила и наша коллега Татьяна Поздеева. После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, который показал, насколько Ненецкий автономный округ – многонациональный регион. Украинцы, коми, русские, ненцы показали свое творчество с главной окружной сцены. Поздравил с общим праздником недавно созданный творческий коллектив Дворца культуры Арктика «Новый день». Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня. Но особенно запомнился гостям программы интернациональный коллектив чеченского ансамбля танца «Ансар» из города Москвы. Он сорвал бурные овации. Два зажигательных танца исполнили храбрые сыны Кавказа и их изящные спутницы. Мужские движения, они такие экспрессивные, они такие наполненные энергетикой, женские, такие нежные, все плавные. Почему так? Женщина показывает свой характер. Женщина должна быть королевой. После выступления большая творческая семья во главе с художественным руководителем Исмаилом Идрисовым дали интервью нашей телерадиокомпании. Вот расскажите, я понимаю, что в крови, да, у вас, наверное, это уже привита любовь к танцу, но вот эта отточенность движения меня всегда интересует. Сколько надо силы, энергии приложить, чтобы настолько четко все делать? Ну, это все зависит от поддержки, в первую очередь. А чья поддержка? Конечно, зрителей. Это, в первую очередь, для нас как бы важно. Мы для этого, для удовольствия других, чтобы приносить удовольствие другим, вот это делаем мы все. И когда встречают нас хорошие, мы, это уже не проблема, где хоть на камне или где-нибудь еще танцовать, на коне даже и станцуем. Главное, чтобы встречали нормально. Поклонников современного танца на праздники тоже ждал сюрприз. Молодежная группа «Шоу Тайм» исполнила номер «Не забывай свои корни». После концерта «Нао. Дружная семья» и эстафету торжественных мероприятий принял большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Завершился праздник большим пиротехническим шоумом. Любовь Пермякова, Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Продолжение следует...